Аркам ТВ представляет Тафсир Суры Альфаджр, часть 2 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Для тех, кто обладает разумом и удерживает себя от страстей. Всевышний Аллах говорит нам остановиться и задуматься над этими клятвами и поразмышлять над ними. Аллах, Свят Он и Велик, обычно не говорит нам такого. То есть, обычно Он не говорит нам вернуться назад и подумать над Его клятвами. Это и делает данную клятву уникальной. Всевышний Аллах подчеркивает клятвы в Коране двумя способами. Иногда Он говорит «Я клянусь», вместо слов «Вал-лейли, والшамси, والкамри, والсур». Он говорит «Ла уксиму би-явмил-кияма». «Ла уксиму би-хаза البلد». С позволения Аллаха мы будем изучать это на следующем уроке. Это один из способов выделения клятвы. Во втором случае Аллах говорит «Ва иннаху ла касаму лав та'аламуна азим». И поистине это однозначно клятва. Если бы вы знали «Великая». Так Аллах подчеркивает величие этой клятвы. «Фала уксиму би-мواки-ин-нужум, ва иннаху ла касаму лав та'аламуна азим». Но нет, Я клянусь местами заката звезд. Если бы вы только знали, что эта клятва великая. Ученые говорят, что места заката звезд – это отсылка к расположению аятов в Священном Коране. Аллах завершил эту клятву словами. «Воистину это благородный Коран, находящийся в хране мы скрижали, сравнив аяты Корана со звездами во Вселенной». В аяте, который мы изучаем, Аллах говорит нам «Достаточно ли в этих клятвах доказательств, чтобы вы наконец задумались?» Давайте посмотрим, что об этом говорится в толкованиях. «Аль-Алюсий и Аш-Шаукани» сказали, «Несомненно, величие этой клятвы осознают только обладающие разумом и размышляющие». «Те, кого Аллах одарил разумом, сразу же поймут уникальность и величие того, чем Он поклялся». Как много уроков содержат эти слова. Аллах клянется зарей, десятью ночами, чотом и нечетом, а затем ночью, когда она проходит. Разве недостаточно для вас этих клятв? Напомню, что с самого начала предыдущей суры Всевышний Аллах предупреждал неверующих о том, что их ждет в будущей жизни. Эти аяты содержат предупреждение о том, что произойдет с ними в судный день. Но, очевидно, они совершенно не испытывают страха. Раз они не верят в то, что не могут увидеть, возможно, их устрашит то, что они видят постоянно. То есть, руины городов, которые некогда населяли великие народы. Если ты не намерен задуматься ни об этих клятвах, ни о том, что тебя ждет в будущем, тогда, по крайней мере, задумайся над тем, что произошло в далеком прошлом. И Аллах говорит, «Неужели ты не видел, как Господь твой поступил с Адитами?» Здесь Аллах обращается к своему посланнику салли Аллаху алейхи вассаллим и говорит ему, «Неужели ты не видел?» А затем он передает эти аяты людям, среди которых есть и неверующие. Не думайте, что это обращение ограничивается только посланником Аллаха салли Аллаху алейхи вассаллим. Ведь его задача – это то есть читать людям аяты Корана. Таким образом, Аллах обращается к своему посланнику салли Аллаху алейхи вассаллим, но в то же самое время это адресовано и всем людям. «Неужели ты не видел, как Господь твой поступил с Адитами?» Обратим внимание на несколько слов в этом аяте. Первое – «Тара» – «видеть». В предыдущей суре тоже упоминалось слово «видеть». «Неужели они не видели, как созданы верблюды?» Как вознесено небо? Как водружены горы? Как распростерта земля? Слово «назара» означает «смотреть, наблюдать». И при этом размышлять о том, зачем ты наблюдаешь. Слово «раа» немного отличается по смыслу и означает «видеть» или «смотреть». Эти тонкие смысловые различия очень трудно передать при переводе. Читатель вряд ли сможет понять, чем отличаются эти слова. Слово «тара» также используется и в переносном значении. Например, фраза «я вижу, что ты имеешь в виду». На самом деле означает «я понимаю, что ты имеешь в виду». То есть мы не видим смысл, а понимаем его, но говорим «я вижу». Именно это значение слова «руйя» подразумевается в этом аяте. Согласно пониманию арабов, это относится к деяниям сердца. «Афаалюль-кулюб». То есть это не физическое действие, а то, которое вскрывается в сердце и в разуме. Таким образом, здесь имеется в виду. Неужели ты не задумывался над тем, как твой Господь поступил с Аддитами? Аллах не говорит «разве ты не видел, что твой Господь сделал с Аддитами?» То есть вопрос не в том, что Он с ними сделал, а в том, как Он с ними поступил. Не «маза фааля», а «кейфа фааля». Вопрос «как» очень важен. Ведь Аддиты, о которых Аллах будет говорить дальше, были очень сильным народом. Они были известны тем, что строили высокие здания с колоннами и обладали огромной силой. Их называли обладателями колонн – «Аймад». Никто не осмеливался сражаться с ними. Они на самом деле были очень могущественными. И Аллах сказал о них. Вскоре мы дойдем до этих аятов. Арабы знали об этом непобедимом народе. И проезжая мимо руинных городов, они задумывались. Эти люди обладали огромной силой. Так как их можно было уничтожить? Как это возможно? Кто смог их одолеть? В этом аяте Всевышний Аллах призывает своего посланника, салли Аллаху алейхи вассалям, поразмышлять о том, как он поступил с Аддитами. И это указывает на две вещи. Во-первых, так Аллах ободряет и поддерживает своего посланника, салли Аллаху алейхи вассалям. Ты думаешь, что курайшиты обладают силой и могут угнетать верующих, когда им захочется? Мы читали об этом в суре Аль-Бурудж. Нет, не думай, что им это сойдет с рук. До них жили намного более сильные народы. И посмотри, как Аллах поступил с ними. Во-вторых, так Всевышний Аллах угрожает неверующим. В одном аяте Аллах оказывает поддержку своему посланнику, салли Аллаху алейхи вассалям, и в то же самое время угрожает неверующим. Интересно, что в предыдущей суре Аллах приказал посланнику, салли Аллаху алейхи вассалям, напоминать людям, а в этой суре он сам делает напоминание своему посланнику, салли Аллаху алейхи вассалям, говоря «Неужели ты не видел?» Также интересно то, что это последнее упоминание об Аддитах в Коране. В предыдущих сурах Аллах говорил о них много раз, но дальше о них не будет ни слова. Поэтому эта фраза является заключительным утверждением. «Неужели ты не видел, как твой Господь поступил с народом Ад?» В предыдущей суре Аллах сказал «А тех, кто отвернется и не уверует, Аллах подвергнет величайшим мучениям». А теперь Он обращает наше внимание на то, как Он уже наказал тех, кто отказался уверовать. «Мы должны задуматься не только о будущем, но и о прошлом». Согласно словам Катады, да будет доволен им Аллах, Адиты — это народ, который жил спустя четыре поколения после Нуха, мир ему. Они происходили из Йемена. И к ним был отправлен пророк Гуд, мир ему. Они были известны своим высокомерием и заявляли «Кто может превзойти нас в силе и в могуществе?» «Какая армия сможет одолеть нас?» Ибн Касир, да помилует его Аллах, сказал «Это первые Адиты, к которым Аллах отправил Гуда, мир ему». Однако они отвергли его. Адиты проявляли высокомерие, приносили вред другим людям и переступали границы дозволенного. Но самым большим преступлением было то, что они отвергли посланников. И Аллах напомнил нам, как Он уничтожил их. И сделал их примером и назиданием для людей. Теперь руины этих городов устрашают каждого, кто проезжает мимо них. Далее Аллах упоминает название более раннего поколения Адитов — Ирам. Некоторые считают Ирам предками Адитов. А другие говорят, что они являются предками Адитов и Самудян. Но по родословной они ближе к Адитам. Другие утверждают, что Ирам — это имя человека, который основал это племя и возглавил его. Дословно «Ирам» означает «делать знаки из камней». То есть, изготавливать какие-то символы из камней. Аллах сказал, «Народ Ирама, обладавшего колоннами». Это указывает на их физическую силу, а также на то, что они были способны строить высокие колонны. Настолько крепкие, что даже сегодня мы можем увидеть остатки этих строений на месте разрушенных городов. Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, сказал, «Племена Ад и Самуд были хорошо известны среди арабов. Потому что их дома находились рядом друг с другом. Поэтому Всевышний Аллах постоянно напоминает об этих народах своему посланнику, салли Аллаху алейхи ва салям. Ведь они находились в непосредственной близости к народу, к которому он был послан. Другие люди могли бы сказать, «Мы никогда не видели подобных разрушений. Покажи нам, если сможешь». Но арабы никак не могли сказать такого, ведь пример народов Ад и Самуд находится у них прямо перед глазами. Разрушенные города этих народов настолько близко, что они могут без проблем посетить их. И размышления об их судьбе – это один из путей, которые могли привести арабов к исламу. Вдобавок к этому Аллах упоминает о фараоне, ведь арабы много слышали о нем от людей Писания. Таким образом, они знали о народах Ад и Самуд и о фараоне. Поэтому Аллах часто упоминает в Коране об этих народах, которые он уничтожил. Из доисламской поэзии нам известно, что арабы знали о народе Ирама. Поэт Кейс ибн Рук-Ки-Яд писал То есть арабам было известно об Адитах, а до них – о народе Ирама. Это указывает на то, что народ Ирама – это более раннее поколение Адитов. Подобным которому не было сотворено в городах. Для начала поговорим о слове «биляд». Оно отличается от слова «мадина» и других слов, которые означают «город». Баляд – это город с четко обозначенными границами, который готов защищать эти границы. Слово «миср» обозначает город, обнесенный крепостными стенами, в который трудно попасть. На арабском «миср» также означает «египет». Однако не путайте эти слова. Название страны никогда не имеет тануина на конце. Итак, здесь Аллах использует слово «биляд», что говорит нам о том, что с точки зрения арабов не было никого, кто мог бы сравниться с этим народом. Никто не обладал такой силой и могуществом, такой способностью к строительству и такой военной силой, которая была у них. Неужели ты не видел, как Аллах поступил с ними? И как они были уничтожены? Самудяне зашли еще дальше. Таким образом, Аллах говорит Неужели ты не видел, что произошло с самудянами? К ним был отправлен пророк Салих, мир ему. Аллах сказал о них Сахар – это не просто камень, а огромный валун. Иногда горы – это просто земля, а иногда они представляют собой сплошные огромные скалы. Это и есть сахар. Вырезать или высекать на арабском звучит как «нахт». Но Аллах не говорит «нахату», а Он говорит «джабу», что означает «пробивать насквозь» или «разламывать». Что из этого требует больших усилий? Конечно же, второе. Поэтому Аллах использовал слово «джабу», чтобы продемонстрировать, что самудяне не просто занимались резьбой по камню, а были способны пробить скалу насквозь. Только представьте себе, в то время не существовало никаких дрелей, никакого оборудования и техники, предназначенного для подобного строительства. У них была только человеческая сила. Это были невероятно сильные люди, и Аллах говорит о них, которые рассекали скалы в долине. Джаба означает «рассекать», «пробивать» и «придавать форму». То есть после тяжелой работы они украшали свои жилища в скалах резьбой по камню. Слово «уади» в арабском языке – это не просто долина. Долина – это впадина между горами, а словом «уади» описывается место, где собиралась вода. Из этого мы понимаем, что они жили в долине, где была вода. В пустыне есть места, где после дождей образуются водоемы, и люди всегда старались селиться поближе к таким местам. Самудяне имели доступ к воде, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что они жили в достатке и были обеспечены всем необходимым, а также были превосходными строителями. Согласно многим толкователям, слово «аль-уади» в этом аяте относится к долине «уадиль-кура». Также и в доисламской литературе под этим словом подразумевались долины, где когда-то жили эти народы. Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, сказал, что это народ Салиха, и они были названы именем своего предка. Самуда ибн Абира, ибн Ирама, ибн Сама, ибн Нуха. То есть их родословное доходит до Нуха, мир ему. Согласно его словам, самудяне являются потомками Адитов, Ирама, Нуха. И тех, кто спасся вместе с ним. Затем в качестве кульминации Аллах говорит «И с фараоном, обладателем кольев». У этого аята есть ретолкование. Колья, аутад – это то, с помощью чего палатки крепятся к земле. Когда войско разбивает лагерь, они устанавливают палатки и крепят их к земле кольями. Издалека это выглядит, как море палаток. Фараон был известен своей огромной армией. Поэтому он назван обладателем кольев. Это одно из толкований слова «аль-аутад». Второе толкование относится к тому, как фараон истязал людей, которые бунтовали против него. Некоторые утверждают, что он поступил так же и с Асией, да будет доволен ею Аллах. Он распинал людей и приколачивал их конечности к доскам кольями. В Коране сказано «Я отрублю вам руки и ноги накрест, а затем распну вас всех». Это означает, что он отрубал правую руку и левую ногу, или наоборот, левую руку и правую ногу, а затем приступал к распятию. Он был известен своими чудовищными пытками. Если мы посмотрим на египетские иероглифы, то заметим, что многие высокопоставленные люди изображены, держа в руках что-то похожее на кол или молоток. Фараоны гордились своими способностями к строительству и были широко известны этим. Таким образом, каждый из этих трех народов имеет какое-то отношение к строительству. У адитов это колонны. Затем – самудяне. Джабус-сахр. И здесь – зиль-аутад. Почему для арабов было очень важно услышать об этом? Потому что сами они абсолютно не умели строить. Они не были строителями. Народы, которые Всевышний Аллах уже уничтожил, были намного более могущественными, чем арабы, которые думают, что им сойдет с рук то, как они поступают с посланником. Упомянув об этих народах, Аллах как бы поставил арабов на место. Почему бы вам не задуматься об этих людях? Можете ли вы сравняться с этими великими народами, если даже руины их городов вселяют страх в ваши сердца? То, что осталось от этих цивилизаций, пугает людей до сих пор. Люди со всего мира приезжают посмотреть на пирамиды и боятся заглянуть внутрь. Они ходят в музеи, чтобы посмотреть на экспонаты из Египта, ведь это будоражит их воображение. Так или иначе, в завершении этой темы Аллах сообщает нам, почему Он поступил так с этими народами. Мы должны были подумать над тем, как Он уничтожил их. А сейчас Аллах отвечает нам на другой вопрос. Почему Он уничтожил их? Они приступали к границе дозволенного на земле. Слово «тага» означает приступать к границе дозволенного, желая восставать против кого-то. Человек может нарушать закон, будучи в отчаянии, а затем жалеть об этом, и может приступать к границе, бросая вызов власти. Это и есть тугьян. Подумайте, против кого они бунтуют? Против самого Аллаха, против Его посланников, у которых не было никаких войск, и они могли лишь предостерегать и увещевать их словами. Поэтому им было легко бунтовать против них. Твой Господь говорит не убивать эту верблюдицу. Да что ты говоришь? И затем они убили верблюдицу, смеясь и потешаясь. Они не просто нарушали запреты, они позволяли себе насмехаться над законами Аллаха, ведь чувствовали себя достаточно сильными для этого. Именно чувство безнаказанности привело их к гибели. Как я уже говорил, они бунтовали против посланников Аллаха, и тем самым бунтовали против самого Аллаха. Но Аллах сказал, «На земле». Он мог сказать просто, они приступали к границе дозволенного, однако он добавил на земле. Это означает, что последствия их неповиновения Всевышнему Аллаху проявились уже в этом мире. Все законы, которые Аллах не спосылает людям, служат лишь для их блага. И когда они отвергают их, на земле распространяется нечестие. В суре Юнус Аллах говорит, «Ваши бесчинства обернутся против вас самих». А самому Аллаху это не приносит никакого вреда. Здесь Аллах говорит, «Это указывает на то, что на земле распространяются последствия того, что люди ослушаются Аллаха». До сегодняшнего дня законы Аллаха остаются очень простыми. Наша религия регулирует все сферы жизни, и существуют четкие законы, касаемо хаджа, жертвоприношения и так далее. Но также есть некоторые базовые моральные принципы, с которыми были посланы все пророки. Интересно, что мусульмане и немусульмане похожи в том, что они более охотно соблюдают тонкости религии, но при этом пропускают некоторые фундаментальные принципы, которым обучали все пророки. Например, вести честную торговлю, хорошо относиться к соседям, соблюдать справедливость во всем, не лгать, не обманывать и не воровать. Все это является базовыми ценностями, которые защищают общество. Однако они восстали против Аллаха и тем самым принесли вред друг другу. Как видим, сначала упоминается тугьян, а затем фасад. Таким образом, в результате того, что они приступали к границе дозволенного, в их городах распространялось нечестие. Фасад. Они построили прекрасные здания, но в их городах царила тирания и несправедливость. Подобное можно наблюдать и в наше время. Мы видим красивые города с прекрасной архитектурой и хорошими дорогами. Но, знакомясь с городом поближе, мы замечаем расизм, бездомных людей, притеснения и так далее. Однако, из окна вертолета город кажется нам прекрасным. Возьмем, к примеру, Вашингтон. Красивый город, полный достопримечательностей. Однако, рядом с этими достопримечательностями есть места, куда лучше не заглядывать. И так Аллах говорит. Посмотрите на Калифорнию. Я сейчас говорю не о финансовом кризисе. Недвижимость в этом штате одна из самых дорогих в мире. Даже золото стоит дешевле земли в Калифорнии. Как люди вообще могут позволить себе такие дома? В этих дорогих районах есть большие сетевые супермаркеты. Но разве работники этих супермаркетов смогут позволить себе дом неподалеку? Конечно же нет. Большинство этих людей живут в десятках километров от своей работы и добираются домой на автобусе. А место, где они живут, похоже на страну третьего мира. Вы даже не поверите, что это в Америке. Это просто безумие. Такова действительность, которая скрывается за ослушанием Аллаха. Когда люди бунтуют против законов Аллаха, на земле распространяется все больше нечестия, которое постепенно поглощает землю. Когда же нечестие начинает переполнять землю, Аллах очищает ее и насылает на людей свое наказание. С позволения Аллаха сегодня мы завершим урок на этом аяте. Это очень сильный аят. Ранее мы уже встречали слово «сабб». Оно означает не просто «лить». «Сабб» означает «выливать». Например, взять ведро и вылить все его содержимое за раз. Аллах говорит, тогда твой Господь пролил на них. Давайте посмотрим, что же Аллах пролил на них. Слитное местоимение «ка» в слове «раббука» означает «твой». Это значит, что Аллах обращается к своему посланнику, саллиллаху алейхи вассалям, и говорит ему о том, что он сделал с древними народами. Как мы уже говорили, эти слова слышат и неверующие. Они слышат слова «твой Господь» и понимают, что Господь на стороне Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Не думайте, что он один, и что у него нет никакой поддержки и защиты, и что вы можете поступать с ним так, как вам захочется. Не думайте, что вы превосходите его в силах только потому, что за вами стоят ваши племена, ведь на его стороне Господь, который уничтожил Адитов, Самудян и Фараона. Это практически угроза для неверующих. Так Аллах оказывает поддержку своему посланнику, саллиллаху алейхи вассалям. Тогда твой Господь пролил на них бич мучений. Сауд – это плеть. Согласно некоторым лингвистам, плеть – это худший вид пыток, ведь она рассекает кожу, что вызывает дикую боль. Поэтому плеть считалась самым страшным наказанием. Аллах пролил на них бич мучений, то есть разом обрушил на них ужасное наказание. В арабском языке также есть слово джальда. Высеките их плетью по сто раз. Джальда – это менее болезненное наказание, чем сауд. Аллах говорит, что Он обрушил на них свой сауд, свой кнут, то есть свое суровое наказание. Но разве это единственное наказание, которое их ждет? Конечно же нет. В будущей жизни их ждет еще большее наказание. Некоторые ученые связывали это с клятвой четом и нечетом. Наказания уравняются в будущей жизни, и их число станет четным. Субханаллах. В книге «Сафвату Тафасир» «Ас-Сабуни» пишет. Аллах сказал, что Он не просто не спослал на них свое наказание, Он обрушил его на них. То есть его наказание не просто задело какую-то часть их тел, подобно кнуту, а полностью захлестнуло их. Язык этого аята на самом деле удивителен, ведь он иллюстрирует сокрушительное наказание. Последним был упомянут фараон, его постигло сокрушительное наказание, и он утонул. Итак, эти аяты обращают наше внимание на народы, которые Аллах уже уничтожил. В предыдущей суре говорилось о наказании, которое ждет грешников в будущем. Теперь, что же произойдет с курайшитами, которые отворачиваются от истины в данный момент? Аллах говорит. «Инна рабдака лабил мирсад». «Воистину твой Господь в засаде». Слово «мирсад» означает «засада». Ты затаился и ждешь, пока твой враг окажется в самой уязвимой позиции, и в этот момент нападаешь на него. Всевышний Аллах говорит им, что он в засаде и готов напасть на них в любой момент. Субханаллах. После упоминания о наказаниях он не оставил курайшитов просто так. Он сказал, «Инна рабдака лабил мирсад». «Воистину твой Господь в засаде». Я прошу Всевышнего Аллаха защитить всех нас от наказания в Судный день. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Продолжение следует...